Смотрите в выпуске! Уфимское предприятие уже сто лет делает протезы для инвалидов. Как оно работает? В Уфе открылась выставка андерграундного художника Виктора Забуги. Чем он крут? Собственными руками Айрат Габдулганиев собрал десятки протезов, которые заменили людям утраченные конечности. Механик говорит, что ему пришлось повидать разные случаи. Одного мальчика нашего Уфимского погрыз. Ну не погрыз, он оторвал ногу просто, вырвал с корнем. Таких историй трагических случайностей в стенах Уфимского протезно-ортопедического предприятия прозвучало немало. Наша съемочная группа отправилась туда, чтобы посмотреть, какой путь проходят люди ради того, чтобы вернуться к полноценной жизни. Уфимский филиал вообще одно из старейших предприятий республики. Первое упоминание 15 января 1922 года. В этом году как раз сто лет было предприятия. Это слепочная. Здесь непосредственно происходит сама магия. То есть слепок повторяет форму культи пациента. То есть негатив мы сняли, получили какую-то форму. Конкретно здесь, например, в стопах. Потом в этот негатив мы заливаем гипс и получаем такой вот уже позитив, так сказать, который мы модифицируем. Можно и не пачкаться в гипсе. Для некоторых случаев на предприятии применяют 3D-сканирование тела. Если пациент более-менее устойчив и спокойно, мы делаем такой скан. Вообще она появилась только в этом году. После получения 3D-скана мы его обрабатываем уже в специализированной программе и отправляем уже готовую как бы стейл-модель на изготовление позитива. Только позитив нам уже делают на ЧПУ-станке в Москве и отправляют к нам. А дальше нужно дождаться, пока гипс высохнет. И тогда можно приняться за его первую деталь. Получается из вот этих трикотажей, 12 слоев, под вакуум-формованием. Пропита смола, вакуум разряжение притягивает. И все наши формы, все наши поднутрения формуют. Застывает через полчаса примерно. Обрезаем края гипса, выбиваем, зачищаем края. Вот у меня сейчас стоит, например, пока пациент еще не подъехал. После всех переделок и усовершенствований протез остается собрать и представить пациенту. Ну, последние модели у нас примерно такие, я еще говорила, заключаются в том, что вот у нас есть силиконовый чехол, который выворачивается, накатывается. Такой липкий материал немецкий. Ну, это департамент немецкой проектной системы, к сожалению. Остальное, в принципе, наше российское производство. Ну, это в основном у нас идет дюрали, облегченный материал, даже авиационный, можно сказать, авторский работ. Вот. Поэтому, если уже я изготавливаю, ну, или наши техники изготавливают полностью от ИДО, то и несут ответственность за свои изделия. Учитывая несколько переделок, я могу там до месяца, до трех месяцев потратить на одного пациента. Это не так быстро, но результат должен быть определенный. Я его должен научить ходить на протезе, и протез не должен доставлять дискомфорта. Это самый важный момент. Здесь начинается этап, который порой проходит сложнее, чем изготовление протеза. Пациента нужно научить с ним жить. К сожалению, у нас общество такое, если человек чуть-чуть отличается, для некоторых, то есть комплексы. Ходить на протезе гораздо сложнее, чем на своих ногах. Соответственно, некоторые люди сдаются, или просто физически бывает очень сложно ходить, одевать протезы. Поэтому они отказываются от них и используют коляски. Вот. Молодые предпочитают использовать протезы. Процесс нелегкий, но зависит от пациента, от мотивации его. Есть люди, наоборот, которых нужно буквально заставить и заставить понять, для чего им нужен протез. Получить протез, который вернет телу часть функционала, чаще всего можно бесплатно. Но придется собирать бумаги. Не скажу это бюрократическим адам, но есть несколько этапов прохождения комиссии. Один из них мы пишем заключение. Пациент получает справку. Сейчас, по-моему, их в больнице сразу после ампутации выдают. Обращается к врачу. Он назначает комиссию. И там уже решает, какие изделия ему необходимы. И, собственно, он уже приходит к нам на протезирование. Изготавливаются они за счет фонда социального страхования. Купить протез или специальную обувь можно при помощи специального электронного сертификата или за свои деньги. Тогда фонд должен будет их компенсировать. В изделиях у фимского предприятия есть иностранные комплектующие, которые могут перестать поступать из-за санкций. То есть на Европе не заканчивается сотрудничество. Но на данный момент конкретных от поставщиков о том, что они прекращают поставки, не поступило. Поэтому пока что работаем. В дальнейшем время покажут. Сейчас работаем, конечно, с рынком сайте. То есть есть продукция, которую, соответственно, и тот регион поставляет. Егор Полторыкин, Руслан Габидолин, телеканал ЮТВ. Уфимская галерея «Х-Макс» собрала в своих стенах всех любителей современного искусства. 15 сентября там открылась выставка молодого художника Виктора Забуги «Жизненные картинки». Инициаторами экспозиции стало посольство современного искусства «Заман». По словам руководителя посольства Алии Ахмадулиной, такие выставки нужны для развития локального искусства. Даже если художники не живут сейчас в Уфе или в регионах нашего присутствия, мы все равно обращаемся к их творчеству и привозим их в Уфу, чтобы люди больше познакомились с тем, что они делают. Чтобы художники тоже делились своим творчеством, и это тоже развивает вкус, насмотренность наших горожан. Виктор Забуга – яркий представитель субкультуры графитчиков и брейкеров. Сейчас он живет и творит в Петербурге, но детство провел в Башкирии в Нефтекамске. В его работах часто встречаются образы родной республики. Для художника это первая выставка в Башкортостане, и она очень знаковая. Это уже, мне кажется, еще кураторы отбирали. Просто они понимали, что выставка в Башкирии – конь, я считаю, символ свободы каких-то наших полей, степей. Я сам с деревни, скажем так, и с дедом пас коней, баранов, что угодно. И поэтому, наверное, это возрождается, возвращается через такие образы, через холсты, живопись. У меня в Берлине в декабре выставка, и вот пишу новую серию работ в Питере. Ну и вот делаю новую серию работ. Пока не буду рассказывать, что там, как бы, да-да-да. Ну, в Швейцарии выставка тоже должна быть. Вот ждем, пока все это срастется. Как пишут кураторы выставки в своей экспликации, творчество Виктора – это сюрреалистичный мир кривого зеркала и одновременно жизненные картинки. Простые линии и яркие цвета, а также сюжеты и узнаваемые образы отсылают зрителя в детство. По словам художника, сравнение его картин с детскими рисунками – это комплимент. На его стиль и видение не повлияла даже политическая обстановка. Я всегда изначально брал другие немного, так сказать, вещи, да, там, любовь, женщины какие-то. Я не вдохновлялся негативом, политикой. Ну, а любовь – это более, наверное, такая тема, которая будет бесконечной. Хорошая выставка подразумевает грамотную работу с пространством галереи. Кураторы экспозиции Мария Филатова и Дамир Невумтах признаются, что для них это первый опыт работы со стрит-арт-художником. Поэтому времени на подготовку потребовалось немало. Оказалось, что экспозицию сделать сложно, экспозицию этих работ, потому что хотелось немножко какого-то трэша, такого здорового хулиганства. И обычно картины вешают в один ряд, грубо говоря, ровняя по центру. Здесь хотелось сделать разнообразие. Это получилось, но на самом деле вот эта вот свободная развеска, которая кажется легкой и быстрой, она достигалась нами путем споров, споров, перестановок и так далее. То есть это были три перестановки на самом деле. Вот, и высота каждого предмета, каждой картины строго выверена. Хоть такое искусство достаточно противоречиво и многим непонятным, в нем можно найти отсылки на великих мастеров прошлого. По словам Виктора, он любит использовать опыт других художников и привносить туда что-то новое. А окружающий мир для него бесконечный источник вдохновения. Это искусство. Ты просыпаешься и уже, если ты умеешь это понимать, подчеркивать, искусство, знаешь, одно, как сказать, искусством даже может стать тумбочка, но пока это не подчеркнут, кто-то это не определит, не скажет, оно не будет этим являться. В таком случае искусство – все. Просто надо уметь это видеть. Выставка в галерее «Х-Макс» пройдет до 27 октября. Билеты можно приобрести на сайте посольства, а их стоимость составляет 150 рублей. Аня Шушакова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова